Тема крушения поезда с токсичными веществами в американском штате Акаио по-прежнему остается в центре внимания. Агентство по охране окружающей среды США вновь и заявило, что вода и воздух на месте катастрофы не содержат вредных веществ. Однако независимые группы экспертов провели проверку в Найполе, пострадавшем в городе Восточная Палестина, и придерживаются иного мнения. Мои коллеги продолжат тему. У многих жителей города Восточная Палестина в американском штате Акаио появились периодически возникающие высыпания и головная боль после того, как в начале февраля поезд с токсичными веществами сошел с рельсов. Американский эксперт по вопросам окружающей среды Эндрю Уилден и его команда провели исследование на месте крушения и пришли к выводу, что реки подверглись серьезному загрязнению. На данный момент мы можем сказать, что водоемы с таким уровнем загрязнения очень опасны для здоровья человека. Местные реки подверглись серьезному воздействию химикатов. Опасные вещества могут нанести вред организму, вызывая раздражение гортани и глаз, тошноту и другие симптомы. И команда Уилдена вовсе не одинока. Другие исследователи заявили, что обнаружили загрязняющие вещества в воздухе города Восточная Палестина. В некоторых местах содержание опасных химических соединений почти в три раза больше, чем в других городах Соединенных Штатов. Это противоречит заявлениям Агентства по охране окружающей среды США, которое уверяет, что в этом населенном пункте не содержится такого уровня химикатов в воде или воздухе, который может вызывать обеспокоенность. Но здоровье местных жителей говорит об обратном. У меня все время болит голова. Когда я была на автомойке в центре города, то заметила высыпание на коже. У меня появилась сыпь на лице и на теле. А когда я находилась неподалеку от реки и того места, где горели химикаты, у меня запершило в горле, и я начала кашлять. Я постоянно переживаю по этому поводу. Очень переживаю. Каждый день беспокоюсь. Не знаю, что будет дальше с этими токсичными веществами. С момента катастрофы на железной дороге в Агайя прошел ровно месяц. 3 февраля около 50 вагонов с высокотоксичными химикатами компании Norfolk-Southrain сошли с рельсов и загорелись. А затем специалисты дополнительно провели контролируемое сжигание содержимого цистерн. Жители были эвакуированы, а через несколько дней власти объявили, что можно безопасно возвращаться в свои дома. Люди массово подают иски о возмещении ущерба. ЦИЧУНА, СИЧИТЯН